Двор по адресу Богдана Хмельницкого 23 является самым знаменитым на Молдаванке. Ведь именно здесь, в начале прошлого столетия, жил легендарный Мишка Япончик. Король одесских бандитов, полководец и кинозвезда Мойша Яков Винницкий, он же Мишка Япончик, проживал с левой стороны от входа во двор. Сейчас стены дома обвиты густым плющом, а знаменитый двор переживает не лучшие времена. Висел, я даже не знаю, сколько, на килограмм 50-80, но когда рухнул, камни летели просто по всему двору. Анна живет на первом этаже и последствия разрушения дома обычно видит у себя на пороге. Из своего полисадника она выносит килограммы камней, шиферы и песка. Дом рассыпается, а все свои доходы люди тратят на ремонт. Постоянно все затекает, постоянно, бесконечно, каждые два года нужно что-то менять, что-то снимать, сырость, переклеивать. Недавно чуть кого-то не убило. Представляете, дождь идет, человек заходит в парадную и ба-бах и все. Сергей Эдуардович живет на третьем этаже. Последний месяц он провел, спасая свое жилье от потопов. Потолок в квартире напоминает о себе после каждого дождя. Получается там дыры. Когда идет снегопад, весь снег задувает на чердак и начинает протекать потолки. Двор, где жил Мишка Япончик, теперь выглядит так. Перекошенные окна, разрушенные старые постройки в центре двора, разбитые лестницы и парадные с выбитыми окнами. Заброшенный этот дом окончательно. Это уже пятое обрушение в этом доме за последние полгода. В двух шагах от опасных карнизов открытая площадка детского садика. Все течет по стенам. Стены мокрые, сырые. Бесконечный ремонт. Как весна приходит, все надо отбивать, ремонтировать, плесень. И так каждый год. Больше половины построек во дворе в аварийном состоянии. Гнилые балконы и лестничные пролеты. Разрушенные каменные сарайчики. Полисадники с ветхими заборами. Там хранили уголь. Там был скот. Там были прачки. Там был весь персонал, ну, обслуживающий. А в этом дворе, вот в центральном фасадном здании, жил хозяин. Игорь вспоминает десятки случаев, когда он сам чудом не пострадал от обрушения. Вместо того, чтобы отремонтировать, написали, осторожно падает. Ну, как бы им это нравилось. На днях сверху в очередной раз рухнула груда кирпичей. Прямо возле автомобиля Игоря. Мы живем пока. Вы же знаете, главная заповедь Одессита. Сдохнем и держи фасон. Сегодня деньги на спасение дома жильцы собирают всем двором. Первым делом нужно установить бронированные ворота, которые смогут защитить двор от современных продолжателей дела Мишки Япончика.